МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На заседании Акимата рассмотрели вопросы развития региона за первое полугодие и подготовку к сезону морозов и метелей. В экономику области с начала года бизнесмены и государства вложили свыше 75 миллиардов тенге. Наибольший рост инвестиций наблюдается в Мамлюцком районе, меньший – в Тимирязевском. У нас доля частных инвестиций сокращается. Если в первом полугодии прошлого года доля частных инвестиций составляла 85,5%, то в этом полугодии – 71,8%. Идет большое влияние по республиканскому бюджету. По развитию промышленного сектора мы 13-е в стране. Меньше североказахстанцы стали производить резиновых и пластмассовых изделий, одежды, напитков. Плохо поработали и самые крупные заводы области. В отрасли машиностроения объемы производства отстают сразу на 32%. Продукция, как была, десятилетиями, так и выпускаете ее. Никто не ищет какой-то рынок дополнительный. Год показал. Вот ЗИК-100, я понимаю, там идет какая-то работа постоянная. Она сейчас уже не в составе Казахстана Инжиниринг. Казахстан Инжиниринг сегодня работает плохо на территории североказахстанской области. Представители заводов пообещали, ситуация во втором полугодии будет перспективной. Допустили снижение не только в Петропавловске, но и трех районах – Жамбылском, Мамлюцком и Акжарском. Их акимы винят в этом неправильную отчетность. И обещают уже в третьем квартале показать хорошие результаты. Понятно, что это все частные предприятия, но вместе с тем, находящиеся на территории района, за все несет ответственность Аким. Потому что это связано с заработной платой, с рабочими местами. Вместе надо думать. Каждое предприятие надо помогать. Сейчас в северном Казахстане готовятся к отопительному сезону. На ТЭЦ-2 закончен ремонт шести котлоагрегатов и шести турбин. На складе 108 тысяч тонн угля. А вот топливо многих бюджетных организаций еще на тупиках. Общая потребность угля для бюджетных учреждений на следующий отопительный сезон составляет 141 тысячу тонн. По состоянию на текущую дату весь уголь пришел на тупики, 100% поставлен. Сейчас с Акиматами районов проводится работа по вывозу угля на места хранения. Наименьший вывоз угля у нас на сегодняшний день наблюдается в районах Шалакына 20%, Джамбульский 26%, Акжарский 29%, Аиртауский 46% и Сильский район 58%. На зиму для частного сектора понадобится 364 тысячи тонн угля. Но пока его жители заготовили только 22%. И расторопность руководителей бюджетных организаций. И население может повторить сценарий прошлого года. Когда на тупиках был ажиотаж, топлива не хватало, а цена безосновательно росла. Антон Ильич, за вами. Хоть ежедневно вы выступаете по телевидению, но информируйте. Почем этот уголь? Как цена формируется? Угрозы того, что опять-таки в результате какая-то цепочка не сработает, то, что может вырасти цена, она тоже реальная. Тоже об этом говорите. Об этом предупреждаете народ. В Айртауском и Козылжарском районах до 15 сентября должны подключить объекты к центральным котельным и запустить новые теплотрассы. Отстают от графика и подрядчики, выполняющие строительство тепломагистрали номер 3 в Петропавловске. Она подает тепло в микрорайон Береке. Директор компании заверил, как пройдут сложный болотистый участок, темпы ускорят. Вы гарантируете, что в этом году осенью не будет вот так лихорадить город, как в прошлом году? Было холодно в домах, вовремя не запустили, вовремя все эти ремонтные работы не выполнили, сколько нареканий было. Чтобы не повторилась эта ситуация, не даю разбирать. Они параллельно монтируют еще. Есть к тепловикам еще одна претензия. Они до сих пор не провели благоустройство участка по улице Алтынцарина, а обещали это сделать до 1 июня. До сих пор, оказывается, в этом благоустройство не сделали. Там детский садик рядышком. Люди, значит, там не могут пройти, не могут проехать. Надо по карману бить. Кроме вот этих вот административных, значит, надо подвести соответствующее законодательство. К ответственности местные власти призывают и председателей КСК, жильцов многоэтажек. Промывку и опрессовку сделали только в 20% домов. Оформлено всего 4 паспорта готовности. Аким области рекомендовал активизировать работу и подготовить жилищный фонд к холодам до 1 сентября. Как аграрии готовятся к уборке урожая и что делают власти Жамбылского района для развития экономики, проинспектировал глава области Кумар Аксакалов. Второй год здесь работает крупный российский инвестор ТО «Август Казахстан». Они выкупили убыточное предприятие «Акжер-2010». В развитие уже вложили больше 2,5 миллиардов тенге. Специализируются на выращивании масличных культур. К примеру, с одного гектара рапсового поля ждут до трех тонн урожая. Вложения в эту культуру должны оправдать себя в три раза. 300 тысяч тенге с гектара, предположительно, можно получить по этому полю. Зерновые у нас, пшеница, ну если даже все будет нормально, 20 центеров с гектара мы получим. При существующей цене это 80-85 тысяч тенге. Понятно, почему мы идем на мастичку, говорим об этом, создаем соответствующие условия. Удобрение и химпрополка, соблюдение агроприемов. Аким области отмечают, сейчас нужно делать все, чтобы меньше зависеть от погоды. Современные технологии это позволяют. Всего в хозяйстве 13 тысяч гектаров земли, 5 из них залежные. Возделывают здесь 7 видов сельхозкультур. На этот год мы посеяли 605 гектаров подсолнечника. Из них мы для себя сейчас испытываем 5 гибридов подсолнечника. Хотим в следующий год уже завязаться с каким-то одним, может быть, двумя гибридами. В этом году мы сейчас будем сравнивать по влагодаче, по уважаемости, по выходу, по вегетации, как он себя покажет. Миллионы компания вкладывает в покупку новой и даже уникальной техники. Вот этот трактор «Джон Дир» на гусеничных лентах стоит 400 тысяч долларов. Их приобрели два. Таких агрегатов в Казахстане больше ни у кого нет. Вложения принесут результаты, отмечает глава региона. На старой технике далеко не уедешь, поэтому в регионе возьмут курс на техническое перевооружение. Это новое уже поколение тракторов, которые тоже будут появляться в сельском хозяйстве нашей области. Компании также будут закупать, обновлять, поскольку от механизации все зависит. Будет соответствующая техника, новая техника, современная техника, высокопроизводительная техника, тогда и будут результаты. Вместе с этим хозяйстве сразу внедряют в цифровизацию. На пассивных комплексах установлена система, которая позволяет контролировать не только местонахождение техники, но и задавать программы по высиву семян. Это дает более качественный сель, потому что у нас основные проблемы – это человеческое вмешательство, то есть человеческое вмешательство в какую-то систему. То есть здесь уже давно изобретенная система сева, то есть нужно ее соблюдать, чтобы у нас был качественный сев. Вот это как раз-таки точное земледелие, о чем мы постоянно говорим. То есть программа, рассчитанная под непосредственный участок земли. Можно дистанционно, находясь на расстоянии, уже контролировать, как эта программа исполняется. Здесь же в селе Баян местный житель Багдад Ахмеджанов восстанавливает скотоводческую базу. Это будет каниферма. У сельчанина есть 56 лошадей. Планирует поголовье увеличить, продавать мясо и кумыс. Строит на собственные средства и просит поддержки в получении кредита. Кайрат Кайрулинович, проверьте заявку. Если люди хотят получать кредиты, мы должны помогать. Есть очень много механизмов господдержки. Таких миниферм должно быть много в каждом селе. Это и доходы населения, и рабочие места. А это опытные участки компании Акжер-2010. Здесь Кумар Аксакалов встретился с аграриями района. Прогнозов на урожай руководители предприятий раньше времени не делают. Но виды есть. В компании Шатила-Ика из Арабса будут убытки. Он пострадал от капустной моли. Этому подвержены сортовые виды культуры. Поэтому на встрече говорят о переходе на гибриды. Да и вообще семена масличных нужно производить самим. А пока их завозят из Германии, Канады и России. В республике больше все маслички и семенами не обеспечены. Это неправильно. Мы должны уже заниматься этим. Давайте для себя поставим такую задачу. Чтобы это была лучшая санта, выделим землю, найдем финансирование. Будем специально вкладывать в развитие этой отрасли. Глава региона интересовался, как идет подготовка к уборке. Готова ли техника, сколько использовали удобрений, выкупили ли ГСМ. Обычно у нас 72 тысячи тонн. В этом году мы добились, что чуть больше 75 тысяч тонн. И конечная цена, получается, для сельхозтоваропроизводителя у оператора не выше 172 тенге. Она на заправочной станции? Да, 186. Местные жители попросили сделать в селе дороги и водоснабжение. Провел собрание Кумараксакалов и в ауле Айтуар. Аким района Иван Турков рассказал об исполнении поручений главы региона, которые он дал в прошлом году во время поездки в район. Их было 15, 9 исполнены. Одно из них – увеличение зарплаты. Среднемесячная знаменальная заработная плата на одного работника жамбылского района за второй квартал 2018 года составила 96 тысяч 76 тенге. В предыдущем квартале рост составил 114,1%. В Архангельском сельском округе только один человек получил кредит. Плохо поработали жамбылцы и над увеличением поголовья скота. Животноводством занимается только 11 сельхозформирований. Как Атамикель не занимался животноводством, так и не занимается. Август компания хорошо, она зашла, вот два года работает так, но на будущий год уже пора заниматься животноводством. Диверсификации, то есть масличной культуры, район работает неплохо. Вот здесь вот как раз-таки надо отметить это. Чувствуется, что культура все-таки повышается. И это благодаря, прежде всего, большой поддержке государства. Вместе с тем, объем валовой продукции, то есть вот то, что мы произвели за вот это первое полугодие, у вас меньше, чем среднеобластной показатель. Мало в районе инвестиций и слабо идет возврат земель в госсобственность у недобросовестных аграриев. Неразвито здесь огородничество, нет пчеловодов. Вот у нас некоторые хозяйства, которые занимаются овощеводством. С одного гектара овощей они получают пять с половиной миллионов тенге. С одного гектара овощей. У нас что, земли нету? У нас что, воды нету? Озер нужно, чтобы команда Акима района, сельского округа, помогла людям организовать, показать выгодность этой работы. Айтуарцы просят отремонтировать дороги, наладить сотовую связь, провести центральное водоснабжение. Недавно геологи взяли пробы. Если вода будет хорошей, то строительство сетей начнется, обещает Акимобласти. Руководитель СПК Ануар Абдрешев рассказал о работе объединения. Они закупают у населения молоко по 70 тенге за литр. А эти буренки бизнесмена Армана Касымгожина. Животноводством он занимается четвертый год. Сначала было 300 голов Кареэс, теперь почти 800. Также фермер дает теляты на доращивание односельчанам. Щучинский мясокоминант мы на откорм буквально недели три назад сдали 30 голов. Плюс племпродажи. Вот у нас продаем в этом году. Продали где-то голов 60-40 голов. Вот Козлардинская область, остальное здесь по месту. В ТО «Атомикинагра» в работе используют современные технологии. В компании работают и две программы – «Автограф» и «Агрострим». В первую очередь от цифровизации ощутим экономический эффект, говорит руководитель товарищества Виктор Сухов. Также это позитивно сказывается на производительности труда и качестве работ. А вот глава ТО «Екпын-2002» Умирсерик Абиев хочет заняться индустрией отдыха на лечебном озере Жанбай. Для этого нужно провести 5 километров электролинии. Поддержку Акима получил. Также в регионе будут развивать туризм и на озере Минкесер в Мамлюцком районе. Мы сейчас рассматриваем возможность помощи, либо это будут гранты какие-то, по инфраструктуре, для того, чтобы это место тоже задействовать в оздоровлении наших жителей. С середины мая до середины августа это озеро может работать, Минкесер летний сезон. В этом году в село Аимжан с юга страны переехали 4 семьи. Подъемные получили, купили дома. Закир Фулин хочет заняться овощеводством, оформляет документы. Рядом с домом у него у озера. Занимаются в округе и пчеловодством, поэтому новоселы могут перенять опыт у Жаксыбая и Еримова. А на этом поле давно ничего не выращивали. Весной земли распахали, посадили картофель. На 12 гектарах растет сорт гала. Гала чем примечательна, то что у него наиболее оптимальные сроки хранения, то есть он зимой очень хорошо сохраняется. У нас есть соответствующая техника, также обращались к агроформированиям района, которые помогли нам с тяжелыми орудиями, помогли кировцами распахать данную площадь. Надеется на хороший урожай. Его часть всельчанин будет хранить, чтобы в следующем году увеличить площадь. Излишки продаст. Акиму района глава региона дал поручение вовлечь в огородничество еще больше населения. Сотрудничество североказахстанцев с китайцами укрепляется. Наша область – один из лидеров в стране по привлечению инвестиций. В основном иностранцы вкладывают деньги в развитие районов. А насколько привлекателен для вложений Петропавловск? Узнать это в областной центр приезжала делегация из города Шиань, китайской провинции Хубей. О потенциале гостям из Поднебесной рассказал городоначальник Марат Тасмаганбетов. Новую экономику промышленности составляет предприятие, выпускающее технику для нефтедобывающих, нефтехимического и нефтеперерабатывающих предприятий. В данных предприятиях создана необходимая инфраструктура. В данной секторе экономики насчитывает порядка 400 предприятий, 42 из которых являются крупными и средними. А сейчас стороны в ожидании главного совместного проекта. В Северном Казахстане создадут первую свободную экономическую зону в стране. И она будет в Петропавловске. В строительство транспортно-логистической зоны Поднебесная инвестирует 70 миллионов долларов. Окупятся их вложения примерно через 10 лет. Будет на ее территории и автомобильный завод. Трудоустроят там около 4 тысяч человек. Тут будут работать казахстанские специалисты. В основном они будут проходить обучение. Мы собираемся здесь строить индустриальный парк по тяжелому машиностроению. В дальнейшем в Петропавловске будут производиться более 50 видов спецтехники. Различного вида это водовозы, трактора, грузовики. Все это уже в ближайшем будущем. Строительство завода начнется в следующем году. Закончить планируют до 2024-го. В завершении встречи Аким Петропавловска и вице-мэр Шияня подписали соглашение об установлении между городами побратимских отношений. В областном филиале Национального банка подвели итоги первого полугодия. Рассказали о реализации в регионе ипотечной программы 7-20-25. По стране уже одобрено 422 кредита и лишь один из них в нашей области. Квартиру в новостройке за 12 миллионов тенге купил житель Петропавловска. Но желающих намного больше. Тормозит процесс отсутствия жилья по программе. Сдача первых объектов ожидается в начале осени. Желающий получить кредит по данной программе должен сам найти жилье, которым он планирует жить. И это жилье должно быть обязательно первичным. То есть от застройщика. Эта программа не привязана конкретно к региону. Они могут получить в принципе заим здесь, а купить квартиру допустим в другом городе. Программа 7-20-25 приведет к росту ипотечного кредитования, ожидают в Нацбанке. Кстати, по сравнению с итогами первого полугодия 2017-го, жилищных займов и так выдано почти в полтора раза больше. Под знаком плюс и сбережения североказахстанцев. На депозитах физических лиц сейчас 123 миллиарда тенге. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем депозитов в нацвалюте к июню 2017-го года увеличился на 28,4%. Это составил 115,2 миллиарда тенге. Депозиты в иностранной валюте составили всего лишь 38,7 миллиарда тенге. Степень долларизации по депозитам уменьшилась, составил 25,1%, тогда как в прошлом году этот показатель был 31,6%. Доверие к нацвалюте растет, радует финансистов и то, что долгов у жителей области стало меньше, почти на 6%. Основная доля просрочек по кредитам приходится на физические лица. Всего общая сумма займа североказахстанцев составляет сейчас почти 112 миллиардов тенге. В Петропавловске прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». В нем участвовали как известные бренды северного региона, так и начинающие бизнесмены. Это выпускники проекта «Бастау». Кульбаршина Ереженова из Бесколя швейным делом увлеклась еще в молодости. Получила образование портной верхней женской одежды. Но жизнь повела по другому пути. Трудилась в госучреждении. Вернуться к делу души смогла после того, как потеряла работу. С детства любила шить. Это было как бы мое любимое хобби. А сейчас решила попробовать на данный момент этот свой. Ну, может быть, получится и бизнес открою. Начала с крак-курпушек, с этих, и с дарбушек. Вот только первое мое начало. Гульшат Шакирова несколько лет производит экологически чистое средство «Аналит». О нем узнала, когда врачи диагностировали онкологию. Препарат помог вылечиться. Он удаляет неприятные запахи, дезинфицирует и убивает микробы. На основе «Аналита» в этом году Североказахстанка начала делать хозяйственное и туалетное мыло. Это самое лучшее эффективное средство для удаления любых 100% известных патогенных бактерий. Лучшее средство для лечения и предупреждения профилактики любых инфекций. Это препарат, который может бороться с бруцеллезом, может бороться с туберкулезом. Ежегодно конкурс «Лучший товар Казахстана» проводят по трем номинациям. В этом году заявки на участие подали больше 40 производителей со всей области. Мероприятие направлено именно на популяризацию, повышение качества, повышение конкурс-способности нашей продукции. С года в год наши предприниматели осваивают новые виды продукции, которые ранее в нашей области не производились. Сокращается импортная продукция, увеличивается экспортная продукция. Это показывает о том, что наши производители занимаются именно нацеленно на внешние рынки, повышают именно качество своей продукции. Во время выставки можно было продегустировать продукцию. Все, кто привез свои изделия, получили благодарственные письма за участие. Победителей конкурса выбрали 9, по 3 в каждой номинации. Лучшим товаром для населения признали продукцию ИП «Левин», ТО «ЖХС Петропавловск», «Крестьянское хозяйство», КХ «Пасека», «Семьи Пелепушка». В категории «Лучшие продовольственные товары» отметили визави компани, ПХБК «Радугу». А в номинации «Лучшие товары производственного назначения» награды получили из «Алит», завод имени Кирова и «Кокще техстрой». Наш завод находится в городе Танша. Мы производим трубы полиэтиленовые для газопровода, водопровода и также для прокладки кабелей используется как оболочка. Завод у нас существует несколько лет уже, около 8 лет. Поставляем мы трубы по всему Казахстану, во все областя. Ну, в принципе, пользуются широким спросом, качественные. Победители регионального конкурса выставки примут участие в республиканском этапе. Традиционно он проходит в конце года. В Таншинском районе больше тысячи километров автодорог. Эта трасса Чкалова-Танша соединяет около 10 деревень. Местные жители не раз говорили о проблемном участке на отчетных встречах Акима района. Из Донецка до Танши я ездил где-то в пределах 40-45 минут, а расстояние там 25 километров. Сейчас я это расстояние преодолеваю где-то за 20-25 минут. В мае 2016-го здесь начали реконструкцию трассы. Общая длина участка – 70 километров. В первый год реконструировали 12 километров дорожного покрытия. В прошлом – еще 14. В этом отремонтируют в два раза меньше. Сейчас здесь трудятся 70 человек. Задействованы 34 единицы техники. Участок планируют сдать к концу октября. На ремонт выделили около миллиарда тенге. Сделали 70% работ. Основание покрыли крупнозернистым асфальтобетонным покрытием. Используют метод холодного рейс-сайклинга. Есть специальная техника дорожная, к которому цепляется несколько единиц дополнительные. Он идет, смешивает материалы между собой, тем самым добавляет жидкие вещества, то есть битумные эмульсии и воду. Весь участок 70-750 будет таким методом производиться. После сдачи гарантия идет 5 лет. Но прослужит ли эта дорога положенный срок? На заседании Акимата глава региона подверг критике работу этого подрядчика. Спустя год на отремонтированном участке КТ-68 появились ямы и трещины. Сейчас в Танчинском районе работают два крупных подрядчика – Кокшитау-Жолдары и Костанай-Жолдары. Общая протяженность дорог в районе больше тысячи километров. На территории Танчинского района протяженность дорог республиканского значения составляет 144 километра, дорог областного значения составляет 280 километров и дорог районного значения составляет 708 километров. На сегодняшний день проходит ремонт дорог республиканского значения по трассе Кокшитау-Омск. Также у нас запланирован ремонт дорог районного значения – это Келеровка и подъезд к селу Озерное. Всего в этом году в Таньшинском районе реконструируют порядка 130 километров автодорог. Потратят на это около 4 миллиардов тенге. Субтитры создавал DimaTorzok